Роберт Кочарян Мигринский коридор – это ограничение суверенности Армении. Бывший президент Армении Роберт Кочарян активизировался накануне парламентских выборов. Блок Армения выступает за открытие коммуникации в регионе, но против понятия «мигринский коридор». Как передает АЗАЗ, об этом заявил второй президент Армении Роберт Кочарян на встрече в Агараке. «Я бы хотел, чтобы все правильно понимали, мы за открытие коммуникаций, и было бы ненормально быть против открытия дорог. Но меня беспокоит слово «коридор», потому что я знаю, что в Азербайджане и Турции понимают под словом «коридор». Если говорят о коридоре только по территории Армении, а не коридоры для всех, это тот сигнал, когда надо остановиться и спросить, что они подразумевают. В их понимании это будет означать ограничение суверенности Армении на территории коридора и фиксирование их полномочий на коридор, а это недопустимо. Поэтому мы говорим «да», все дороги должны открываться, и это всем на пользу. В современном мире блокады нехорошее явление, но не более, потому что большие проблематично. У Азербайджана и Турции далеко идущие цели. Сначала коридор, потом побольше, потом еще больше. И в итоге возникает серьезнейшая проблема безопасности для жителей региона, заявил Роберт Кочарян. Азербайджану понятно, что Роберт Кочарян лукавит, пытаясь консолидировать свой электорат. Армянский президент признался, что ему трудно любить соседа. Президент Саркисян отметил, что Армения оценит, если Азербайджан вернет всех пленных. Так в Армении называют диверсантов, проникших на нашу территорию с целью совершения террористических актов. Президент Армении Армен Саркисян принял участие в глобальной встрече авторитетного международного аналитического центра Гарасис. Выступая на ней, он подчеркнул, что после прекращения огня в Карабахе, сотни армянских солдат якобы все еще находятся в Азербайджане. Мы сейчас ожидаем признаков человечности от Азербайджана. Если сегодня Азербайджан вернет военнопленных в Армению, уверяю вас, армяне хоть и с трудом так или иначе оценят это, сказал он. Отвечая на вопрос модератора о том, насколько трудно для страны или народа любить соседа, если есть война, Саркисян сказал, что это очень сложно. Если у тебя трагическая история, к тому же такая, как наша в случае с Турцией, ты не можешь сразу перейти к нормализации отношений. Но сегодня можно начать. Армяне и турки не могут жить вместе еще 100 или 200 лет, не осознавая, что они должны хотя бы уважать права друг друга, сказал он. Теракт в Кельбаджаре – веский повод для Баку начать войну. По мнению эксперта, Азербайджан демонстрирует железную выдержку. Произошедший теракт в Кельбаджарском районе Азербайджана – это казус Бели – веский повод для объявления войны Армении. Как передает АЗ АЗ, таким мнением поделился главный редактор казахстанской газеты Алты Нурда Серик Малеев. По его словам, у Баку имеется веский повод объявить новую войну Армении. И только взвешенная позиция нынешнего руководства Азербайджана во главе с его лидером Ильхамом Алиевым уберегают Армению от окончательного и тотального разгрома. Как говорят в данном случае простые азербайджанцы, если у армянских генералов где-то в одном месте чешется и свербит, то не вопрос, мы можем им помочь, сделав так, чтобы у них вообще больше нигде и никогда не чесалось, отметил он. Малеев также вспомнил высказывание американского аналитика, юриста и правозащитницы Ирины Цукерман, которая высказалась относительно теракта в Кельбаджаре, где погибли два азербайджанских журналиста. Хотя многие европейские политики тихо поддерживали Армению во время войны из политических соображений, на самом же деле Ереван не является важным партнером для всех этих стран. Пашинян. Мы живем в раю, но не смогли рай сделать раем. Никол Пашинян сообщил армянам, что армянам и Армении завидует Сингапур, который занимает всего 720 квадратных километров, что составляет 58% от площади озера Сиван. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что жители Армении живут в раю, а Сингапур завидует стране. Об этом пишет новости Армения. По его словам, мысль, что Армения живет в раю, часто приходит в голову при путешествиях по стране. Политик также назвал государство землей обетованной и Эдемским садом. Кроме того, Пашинян вспомнил о своей встрече с премьер-министром Сингапура в 2019 году, когда тот назвал Армению большой страной и заявил, что у нее другие проблемы. Политик поделился, что это его потрясло, потому что обычно Сингапур приводят в пример, как одну из самых благополучных стран с самым большим ВВП на душу населения. А он говорит, что мы живем в большой стране и не врет, потому что площадь его страны 720 квадратных километров, что составляет 58% от площади озера Сиван. И мы по сей день не смогли сделать наш рай раем, сказал Пашинян. Армения активизирует диверсионную войну. По словам азербайджанского эксперта, начался новый этап военного противостояния. Подрыв военного автобуса с журналистами свидетельствует о том, что армянская сторона начала новый этап военного противостояния с Азербайджаном. Об этом написал на своей странице в Facebook экс-глава Министерства иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров. Используя период теплого сезона года, они пытаются посредством активизации диверсионно-террористической деятельности сорвать начало возвращения населения и государственных структур в освобожденные районы. Следует предполагать, что наиболее активно они будут пытаться это делать в Лачинском и Кельбаджарском районах с целью воспрепятствовать созданию ситуации изоляции армянонаселенных территорий Нагорного Карабаха от Армении. Действия своих диверсионных групп они будут маскировать имитацией партизанского движения, как с территории Армении, так и с территорий, находящихся под временным контролем сил по поддержанию мира. Очевидно, что эта тактика действий разработана военными специалистами, которые мыслят военными категориями прошлого века. Почему я пришел к такому выводу? Все очень просто. Действия такого рода диверсантов легко подвергаются контролю современных технических разведывательных средств, включая, конечно же, беспилотники. Так что мы ждем новых видео от Министерства обороны с кадрами ударов по диверсионным группам и пунктам их базирования, подчеркнул бывший министр.